Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Вышли данные об инфляции в Америке, и они чуть лучше, чем ожидалось. На этом фоне биткоин поднялся до 66 тысяч. И мне кажется, многие трейдеры сейчас попадают в ловушку, о которой я говорил раньше. В любом случае, я покупал биткоин по 58 тысяч, затем биткоин отскочил на 65, я продал тогда по 62, затем биткоин опустился на 60, а теперь отскочил на 66. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Партисия. Ну, давайте сейчас еще раз отфильтруем. Партисия плюс 4,8%. Покет 0,3%. Ладно, биткоин, короче. 66,200 текущая цена, хорошо вылетел вверх вчера. От 61,300 поднялся на 66, на этих данных об инфляции. И это говорит о том, что рынок не по-настоящему капиталистический. Это коммунизм или социализм. Не капиталистический рынок, когда один чувак может что-то сказать и двинет весь финансовый рынок. Если так, то вы в коммунистической стране. Просто прикидываются, что это свободная демократия. В общем, это желтая трендовая линия, по которой идет биткоин вверх. Биткоин в коррекционной волне. Возможно, она уже закончилась. Раз уж биткоин пошел на 66 тысяч. Биткоин уже прошел минимальную коррекцию в 23% от самой вершины. Это минимальное, что требуется для такой коррекционной волны. Значит, можно сказать, что закончилась уже эта коррекционная волна. Ну, то есть, в смысле, короче, тут что-то не так. Вот здесь биткоин идет вниз. И я вдруг решил прорываться вверх, без хороших торговых объемов. Ну, вчера там были всплески на объемах, правда, но это очень мало в сравнении с тем, что было раньше. Вот здесь какие были торговые объемы. Когда биткоин из этой зоны выходил на 74 тысячи. А теперь, смотрите, биткоин идет вверх, и какие торговые объемы. Поэтому, мне кажется, это ловушка. И я об этом людей предупреждал. Если вы попали в эту ловушку, то тогда надо ждать. В общем, тут перевернутая голова и плечи. Теперь нужно смотреть, что будет дальше. Тут нужен ретест, и отскок от трендовой на хороших торговых объемах. Сейчас биткоин тоже пробил эту трендовую. Но торговые объемы. Пытается биткоин удержаться над этой трендовой линией. Но имейте в виду, что лучший вариант это ждать подтверждения. Но если эта коррекционная волна в биткоине уже закончилась, то это, конечно, хорошо. Но я все еще думаю, что это ложный пробой. Что мы такие выходим здесь. Народ заскакивает в лонге. А объемы-то низкие. В итоге биткоин вернется обратно. И пойдет на 56 тысяч долларов. Трейдеров просто загоняют в ловушку. Они сейчас попадутся. Но если вы еще не решили заходить, не заходить, я бы на вашем месте подождал подтверждения. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку. Стахастик направлен вверх. На дневном стахастик уже в перекупленности. На отметке в 56 тысяч долларов стахастик был в перепроданности. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Если стахастик внизу, это одно, если вверху, это другое. На 56 тысяч, когда был биткоин, то стахастик был в перепроданности. А сейчас стахастик в перекупленности. Хотя особо так ничего и не произошло. Объемы действительно вчера выросли. Но опять же, вот здесь, когда биткоин пошел вверх, какие были торговые объемы, они росли. И посмотрите, какие торговые объемы сейчас. Вот то, что меня беспокоит. Я знаю, что многие уже в лонг позалетали. Но я бы был очень и очень осторожным. Нужны большие торговые объемы. Что подтвердило бы этот пробой, этот перевернутый гиб? Если мы идем на ретесты и отталкиваемся от трендовой на хороших торговых объемах. А пока этого нет, я думаю, что биткоин развернется обратно. И пойдет на 56-52 к этой трендовой линии, по которой уже давно идет биткоин. И вы видите, что здесь также нисходящий тренд на биткоине. Вот он. А сейчас биткоин пытается выйти вверх из этого канала. Как-то ненормально, просто на данных об инфляции. Но я думаю, что все-таки биткоин пойдет вниз. Ну, просто потому что... Что это такое? Кто-то там что-то сказал, и рынок растет. Даже если мы увидели рост, то он краткосрочный. Краткосрочный. Рынок потом все равно свое возьмет. Вот почему капиталистический рынок работает уже многие годы. Потому что он больше, масштабнее, чем сила и влияние какого-то одного человека. Это целая система, которая балансирует сама себя. Поэтому, если кто-то когда манипулирует рынком, то это очень краткосрочная перспектива. Это ненадолго. А затем рынок возьмет свое, и все вернется в норму. Стохастик в перекупленности. Здесь, конечно, я мог бы зашортить. Но мне не нравится шортить биткоин. Но, в принципе, возможность такая есть. Хотя я бы предпочитал придерживаться вот этих двух торговых идей. Ловить лонги от 56482 доллара. Если, конечно, биткоин туда вернется, нужно смотреть, как он там удержится. И если удержится, то тогда все мои торговые идеи отменяются. Хотя, в принципе, в долгосроке я все-таки этого жду. Хочу поймать эту коррекционную волну. Но здесь все-таки очень явная перевернутая голова и плечи. Сформировалась. Шик. Перевернутая голова с плечами. Но, опять же, проблема торговые объемы. Но если эта фигура отработает, то тогда мы можем измерить расстояние, которое пройдем, если увидим подтверждение, все будет нормально. 76 тысяч получается цель. Но на 73 тысячи там сильное сопротивление. Для меня я все-таки буду сохранять свой капитал. Но я-то покупал раньше биткоин. Вместе со всеми крупными игроками. Вместе с китами. Посмотрите, где были реальные объемы. Я вам сейчас покажу, где они покупали. Это вот мы переключаемся на спотовый рынок, на бинансе. Видите, все покупки. Да посмотрите же, какие объемы-то здесь. На биткоине, когда он был внизу. На 15 тысяч долларов. Какие торговые объемы. Мы говорим о каких торговых объемах. Смотрите, 400 тысяч биткоинов. 500 тысяч, 600 тысяч биткоинов в день. И посмотрите, что сейчас происходит. 30 тысяч, 20 тысяч. А раньше были объемы в 10 раз больше. В 10 раз, в 20 раз больше было. Ну о чем это говорит? Вот скажите, ну о чем? Мне это говорит о том, что те трейдеры, которые затаривались вот здесь внизу, продают там наверху теперь. Поэтому будьте очень-очень осторожны. Потому что те, кто покупал внизу, помните, они теперь об вас это все продают. Можно, конечно, попробовать поймать биткоин выше от этих уровней поддержки. Но это более рискованный вариант. Более безопасные. На 53 тысячи долларов. Потому что там эта желтая трендовая линия и вообще точка конфлюенции. Но вообще-то, даже если биткоин сейчас развернется и сильно упадет, то я бы сказал, что он оттолкнется от 56. Ну вот так, короче, будет. Пошел сюда, опустился ниже. Но хотя так я вижу, что на 53-то биткоин уже не уйдет. Но он рисует двойное дно на 56. Вот на этом уровне. Похоже, что закончилась уже коррекционная волна эта, волна Хэллиота. Но я бы все еще был осторожным и сначала подождал бы подтверждение этого прорыва, выхода вверх. Но теперь какая торговая идея. Заходим в биткоин от 56 тысяч. Потому что там сформировался очень сильный уровень поддержки. Заходим на 56.549. Стоп-лосс на 56.313. Тейк-профит на 73 тысячи. Если это была коррекционная волна, если она уже закончилась, то тогда цель будет... Короче, эта коррекционная волна, она меньше, чем предыдущий импульс. Финальный импульс, я имею в виду, он меньше, чем предыдущий импульс. Поэтому я думаю, что биткоин нарисует двойную или даже тройную вершину на 73 тысячи. Он такое вот нарисует. Но опять же, торговая идея. Как зайти в биткоин? Безопасный вариант на 56.549. Не похоже теперь, что биткоин пойдет ниже, чем 56. Раньше, например, когда биткоин шел вниз, то тогда он опускался к трендовой линии и коснулся бы ее на 53 тысячи. А теперь-то биткоин зашел в боковик. Поэтому уже выше будет это касание с трендовой линией. Короче, вот такая торговая идея на биткоине 56.549. Стоп-лосс на 56.313. Или где там? В общем, там стоп-лосс. Тейк-профит на 74 примерно. Риск 552 доллара. Заработать можно 17.390. С десятом плечом будете торговать, заработаете 173 тысячи долларов. Но есть и более рискованный вариант. Можно попробовать зайти выше от недельно-месячной поддержки. Где-то вот здесь поймать. Если биткоин туда опустится. Вот так. Я знаю, что вчера многие зашли в лонг. Я бы подождал все-таки с лонгом до тех пор, как мы получим подтверждение. Зайдем на ретесты на хороших торговых объемах, оттолкнемся. Но я бы, на мой взгляд, я бы заходил в лонг более безопасным вариантом, а не на хаях. В общем, две такие торговые идеи на биткоине. Одна это 60491 доллар. Стоп-лосс на 6058. Тейк-профит 66 тысяч. И еще одна торговая идея. 56549. Стоп-лосс на 55997. Тейк-профит на 74 тысячи. Посмотрим теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Помпанул вчера. 622500 долларов. Было 610 тысяч долларов у меня. Получается плюс 12 тысяч. К сожалению, у меня там половина капитала в USDT на 342 тысячи долларов. Плюс 14. Короче, примерно 360 тысяч долларов в USDT у меня на 360 тысяч из 620. Это больше, чем половина. На споте я держу 1 биткоин. 66 300. У меня было 2 биткоина. Но, к сожалению, я продал. MCRT плюс 3 процента. На 46 300. Покет на 37 300. Ворлдкоин на 25 800. Плюс 3 с половиной. Доджкоин на 19 900. Плюс 5,7. И Юнисвоп на 13 700. Плюс 8 процентов. Стоят ордера на покупку у меня. Доджкоин по 10 12 центов. Биткоин по 53. Покет по 10 центов. И ворлдкоин 3 60. Пока что никакой позиции у меня не открыты на биткоине. Стоят заявки на 53 тысячи и на 56 500. Видите, вот мои покупки и продажи. На биткоине. Там продал, тот купил. Тот купил, там продал. Продал, купил, купил, продал. И теперь биткоин растет и вырос уже до 66. Честно говоря, я думаю, что многие трейдеры попали в ловушку. Заявки на покупку по 53 тысячи на 4 биткоина. И на 2 биткоина по 56 500. И эти заявки я оставлю. Есть еще вариант зайти на 60 тысяч. И я поставлю эту заявку, может быть, поз... Или давайте сейчас поставим. На 60 тысяч долларов. Вдруг сработает. На 2 биткоина давайте зайдем. По 60 тысяч долларов. 2 биткоина. 20 плечо. На 120 тысяч долларов. Итого ордера на 60 тысяч. 53 и 56 500. Чисто пытаюсь поймать проливы. И получить прибыль на отскоках. Вот так нужно торговать на этом этапе рынка. Когда биткоин показал уже такой рост. Такие торговые идеи. Но опять же, что сейчас нужно ждать? Что увидеть на графике? Мы должны увидеть огромные торговые объемы, которые заходят в биткоин. Биткоин должен сходить на ретест этой трендовой. И оттолкнуться на хороших торговых объемах. Тогда уже можно заходить в лонг. Но безопасный вариант – это зайти ниже. Вообще-то хорошие новости для тех, кто сейчас стоит в лонге. То, что биткоин пошел вверх. Потому что на самом деле биткоин должен был идти вниз. Сюда должен пойти на эту поддержку. Что это означает? Что я имею в виду? Я имею в виду, что желтая трендовая линия. Как бы там ни было, биткоин идет к этой трендовой линии. По-любому. Там сильная поддержка. Я оставлю эту красную ценовую траекторию, которую я проставил раньше. Но сейчас похоже, что... Может быть, она уже и не работает, эта траектория. Но я, конечно, все предсказывал. Но я просто думал, что... Я думал, что биткоин пойдет вниз на 56 тысяч. И оттуда будет сильный разворот. А биткоин прямо сейчас развернулся. И пошел на 66. Но я думаю, что это все из-за данных об инфляции, которые вышли. И это манипуляция. Это не натуральный памп. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Бабит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. Получайте торговых ботов. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. И смотрите отзывы моих студентов. Я покупаю дом за 2 миллиона долларов. У тебя потрясающие курсы. Прошел их, и теперь покупаю дом за полмиллиона долларов. В общем, очень-очень много комментариев. Я заработал больше 1 миллиона долларов, благодаря Джеймсу. И обязательно присоединяйтесь к телеграмму, ребята. Здесь сейчас сколько? Много. Правительство покупает не только биткоин и эфир. Такие слухи. Много хороших новостей выходит в последнее время. Но я думаю, что все это манипуляция рынка. Точно так же, как рынок отреагировал на военный конфликт. Это Иран, Израиль. Тогда были негативные новости, а сейчас выходят позитивные новости. Но будьте очень аккуратны. Потому что что-то здесь не так. Что-то не так с торговыми объемами. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Если вы хотите, чтобы я какую-то монету проанализировал, пишите об этом в комментариях. Посмотрим, как поведет себя биткоин. Но если объемов не будет, нужно продавать. Но я хочу посмотреть, как биткоин будет реагировать на эту трендовую линию. Если зайдут хорошие торговые объемы, то это хорошие новости. Если объемов не будет, если объемы падают, то биткоин вернется обратно на 56. Очень невероятно. 52. Ну такое. Ну может быть. Посмотрим, как отреагирует биткоин. Либо мы увидим сильный рост на хороших объемах. Что-то определенно не так с этим выходом вверх. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.